Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Аввакума и обратимся ко второй главе. Вторая глава начинается со слов о том, что Аввакум задает Богу мучительный, страшный вопрос, почему ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, и говорит, не сойти мне с этого места, пока не услышу ответа, на страже моей я встал. Ну и вот, в конце концов, Господь отвечает Аввакуму. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на стрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, потому что это видение еще к определенному, к некоторому будущему времени относится. Дается сейчас, его надо записать для будущего. Тот нечастый случай, когда Бог напрямую повелевает пророку записать то, что Господь ему открывает. И Господь подчеркивает, что даже если нужно будет ждать, замедлится исполнение этого обетования, исполнение этого введения, жди, непременно сбудется. Что же именно сбудется? Вот в ответ на вопрос, почему ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, Бог говорит буквально следующее, одну фразу. Вот душа надменная не успокоится, но она так и будет злодействовать. Душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Это явно не тот ответ, который хотел услышать Аввакум. Но вот какой есть. Бог говорит, да, эти самые злодеи совершают злодеяния, гордятся своей силой, ей одной поклоняются, и душа надменная не успокоится. Они так и будут буйствовать. И так и будут насаждать насилие и злодейство, и нечестие. Да, так и будет. Но Бог говорит о том, что альтернатива этому злодейству – доверие Богу. Доверие Богу. Когда здесь говорится о вере, речь не идет ведь об принятии без доказательств дискурсивных сведений о том, как устроены небеса. Нет, ни разу не об этом. Речь идет о доверии Богу. И вот он говорит, праведный – это тот, кто доверяет. Доверяют Богу, даже не понимая, почему Бог терпит это зло. Почему не так суды Божьи осуществляются, как нам хотелось бы, как мы это видим, как мы могли бы себе представить. Это действительно так. Мы не понимаем, как происходят суды Божьи. Но Бог говорит, поверьте мне, я не на стороне зла. Праведность в том, чтобы доверять мне, говорит Бог. И праведный этой верой будет жив, этой верой будет жив посреди вот всей этой вакханалии смерти, которая присутствует во всем – в политике, в экономике, не знаю, в правосудии, в пропаганде. Везде, вот посреди всей этой мертвичины жизнь есть. И эта жизнь в правде и в доверии Богу. Даже когда ты не очень в состоянии понять, почему Бог вот так поступает. Душа надменная не успокоится, не успокоится, да. А праведный своей верой жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, булькает, как шампанское, попросту говоря, да. Расширяет душу свою, как ад. Как смерть он ненасытен. Вот это тоже потрясающий образ. Расширяет душу свою, как ад. Человек, злодей, неправедный человек, сам созидает этот ад внутри себя. Такой поразительный образ. Но дальше Господь говорит пророку, что, конечно, да, расширяет душу свою, как ад. Но горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. Снова Бог обращается к халдеям, говорит, ты ограбил многие народы, и тебя ограбят всех остальные. За пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Вот этот именно рефрен, мы еще увидим эти слова в тексте пророка. Господь говорит через него, вот эти надменные халдеяне, которые несут злодеяния, кровь и разорение, будут уничтожены за пролитие крови, за разорение страны и всех живущих. Горе тому, кто жаждет неправильных приобретений. Без слави измыслил ты снова и снова. К халдеям предъявляются те же нравственные требования, что и ко всем остальным народам, что и к израильтянам. Здесь речь не идет о том, кому там этот Навуходоносор поглоняется. Там он тоже пытался всех заставить поклоняться своему лунному богу. Не так это важно. Камни из стен возопьют, потому что горе тому, кто жаждет неправильных приобретений. И здесь, смотрите, Бог говорит о том, что на халдеев грядет бедствие за пролитие крови человеческой, за разорение страны. Ну и то, что вот народы, такие народы, все народы, трудятся для огня и племена мучат себя напрасно, это от Бога, это от Бога. Если люди не ради Бога, не ради правды Божьей, не ради милости Божьей, не ради любви друг к другу трудятся, то это все для огня. Но наступят дни, когда земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Вот будет это явление силы Божьей, которое уничтожит халдеев. Питье с примесью злобы твоей ты сам будешь выпить, то питье, которое подаешь ближнему твоему. Обратится и к тебе чаша десницы Господней посрамления на славу твою. Снова пророк говорит за пролитие крови, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Поэтому сейчас никто не спрашивает, ради чего халдеи устроили эту войну. Взбунтовались против Ассирии, победили. Тех завоевали, этих завоевали. Наверное, какое-нибудь там древне-вавилонское телевидение тоже разъясняло своим подданным, что там надо и как обязательно необходимо этих ассирийцев на Западе смирить, остановить, прочее, прочее. Ничего нового. Никого это не интересует. Все эти мотивации. Потому что кара и гибель постигла Вавилонин за пролитие крови, опустошение страны, города и всех живущих в нем. Праведны были мотивы Новоходоносора или нет? Справедливы или нет? Благовидными предлогами он прикрывал свою политику агрессивную или нет? Уже никому не интересно. Имело место пролитие крови человеческой, опустошение страны. Все. Это не останется безнаказанным. Это не останется безнаказанным. Вот что, собственно, здесь говорит Бог Аввакуму. Бог говорит, я не молчу. И в конце концов эти халдеи получат свое. Когда земля наполнится познанием славы Божьей, они будут истреблены за пролитие крови и опустошение. Ну и, конечно же, еще тоже, как некоторый вывод из предыдущей эпохи, Бог говорит Аввакуму о идлопоклонстве, которое процветает и на Востоке, и у халдеев, и еще недавно процветало в земле Израиля. Что польза от истукана сделанного художником? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем домолчит вся земля перед лицом его. Вот все идолы – это идолы, говорит Бог. А Бог живой. А Бог живой. И земля наполняется познанием его славы. И, соответственно, Бог призывает праведных, доверяющих Богу, в почтении слониться перед замыслом всемогущего. Субтитры создавал DimaTorzok